здравствуйте друзья мы с вами находимся в нашей студии и с нами беседуют представляйтесь надежда и дмитрий надежда и дмитрий это люди необычной судьбы мы сейчас узнаем вот они уже смеются они знают необычности своей судьбы ну давайте вот расскажите в чем эдакая вот сверх необычности расскажи пожалуйста это же с вами все произошло я даже десном не духом не знал что оказывается муж мой и послал документ измельяй за себя я даже этого не знал тайком что ли давно было в 2008 году приехал из канады я решил послать ненадолго на побывку но нужно побыстрее как-то оформить дальше процесс так вы уже озадачили наших зрителей вы сами то откуда я из воронежа так сама жила потом в заповеднике пока мы познакомились и меня не увели в краснодар заповеднике не то что вас там охраняли что вы делали в заповеднике заповеднике сначала работала потом просто жила заповедник где был кавказский заповедник кавказский государственный заповедник это где майкоп майкоп шикарно и так за майкоп майкоп вот вы там познакомились теперь в канаду как попали из майкопа я сам из краснодара и 2004 году у меня получилось уехать в канаду но получилось в каком качестве в качестве иммиграционного у вас был статус лендед иммигрант конечно то есть вы можете сказать такой грин кард холдер канадский да 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 я уехал в Квебек в Монреаль а жена где была она была еще пока в россии и пока еще не жена да ну уже так как бы она была в проекте она была в проекте в орбите и вот-вот планировалось все уже дальше сделать более серьезно но получилось так что долго в канаде пробыть не удалось у меня были проблемы дома с родителями ну а в канаде мы сюда отдельно это интересная тема значит итак вы жили в канаде приехали на побывку метнули документы на лотерею это был первый год когда россии дали играть да да после перерыва значит и уехали обратно в канаду нет я остался в россии остался значит невеста не слухом или вы уже женились нет она еще пока не она была еще невеста значит я собирались вот уже подавать документы оказывается она уже играет в лотерею и уже выиграла так хорошо вы установили последность давайте дальше а дальше ты еще не рассказал в америке неожиданно для себя оказались победителем я вообще даже не знала что это такое америка мне вообще не нужна тысячу лет никогда не была нужна а канада нужна была мне нужен был дима а дима все-таки нужен был где он там родина понял все это по-женски хорошо и когда мы поехали на собеседование оказалось что опять не визу американскую дают а ему не дают из-за того что очень долго из канады шли документы из полиции что он был надежен типа не украл ничего в канаде не спешал к несудимости им пока нам надо было уже подавать как-то время должно было не не стечь что какой-то определенный срок а я не могу компьютер его простучать нужно было справка я думаю это из россии нужна справка а канада же она компьютеризованная нет там есть своя процедура получения справок если вы обращаетесь там непосредственно вам справку выдают в течение недели если обращаетесь дистанционно то в течение четырех месяцев пролетели то есть вам дали визу да вы не поехали ну что я одну поеду ну вы бы отметились там потом без языка я-то не знаю английский то есть вы может сказать профукали первый розыгрыш да профукали и и уже все и смирились а было ощущение что вы что-то профукали или думаешь да ну и все нафиг было ощущение что мы очень много истратились на поездку в москву в посольство и все это зазря при том что он в принципе канадский а чего мы не получили гражданство канады за 3 года does они были там есть определенный нюанс по которому нужно находиться определенное количество лет в канаде то есть там из 5 лет нужно находиться три года два года вне у меня по 3 года не получилась пара оси получилось чуть меньше то есть больше нелег ahí должна были получить гражданство и пришли привести. Да. Ну вот. Дальше я опять тесну мне духом, что оказывается второй раз мы играем в лотарию, и опять это не знаю. Опять приходят документы, и опять выиграл. Ага. То есть отбомбило в ту же вороночку, да? В ту же вороночку, да. Значит, подождите, и сколько времени прошло между розыгрышами, между выигрышами, так скажем? Два года, потому что первый был в десятом, второй был в двенадцатый. Ну да, в одиннадцатом вы оформляли, и не играли, а уже в двенадцатом был снова розыгрыш. И вот это вы там, когда переигрывали, да? Да, да, да. Когда переигрывали, как раз вот этот случай был. Так вы выиграли после переигрывания? Первый раз мы выиграли, по-моему, первый раз, и сразу послали документы, как там мы посоветовали на форуме, ребята сказали, что если вы только выиграли, сразу посылайте документы. Ну что, по-моему, сказали, что такое они видны у второй жизни. Что один раз только... На форуме были ребята, где муж с женой, вот муж выиграл, и уже что делать? Ну вот он поехал, а она выиграла за следующий год, и приехал к нему. Это вот наш студент такой был из Молдавии. Ну, а мы когда второй раз, я вдруг узнала, что опять выиграешь, я думаю, ну, значит, судьба. Значит, Америка без меня никак не может. Она по меру дает. Ну, это у вас прописано было как следует. Да. Там, значит, в книге жизни. Да, на небеса где-то что. Так чего? Ну, чего, вот мы здесь. А что-нибудь еще необычное с вами было? Ну, необычное то, что вот получился еще и круиз. А, я ребятам скажу, значит, у нас не все могут летать на самолетах. Да, оказывается. Да. То есть вы однажды летели, и вам там плохо было? Ну, да, чуть не умерла. А это известно, какой-то диагноз, что почему нельзя летать, вам что-то случается? Ну, дело то, что у меня сын средний, ну, связан с самолетостоянием, очень серьезно, и он мне объяснил, что, оказывается, большие лайнеры на больших перелетах экономят кислород. Что, серьезно? Им кислород нужен для двигателей больше, да. Так как это долго, они же не могут его нигде взять больше. Как-то, а вот это в атмосфере? Нет. Они уменьшают для народа в салоне и пускают для двигателей больше. И так как уже конец перелета, в конце уже, уже при подлете, весь кислород, видно, уже выдышали. Ну, а я, получилось, что после горного воздуха, после горной жизни... То есть вам кислорода не хватило? Обеднение, да. Да, не хватило. Кислорода обеднели, но по чуть-чуть вы можете, а как-то далеко нет. И вы приплыли в Америку... Да, заодно отметили 15 лет нашего знакомства на корабле. На корабле. На корабле приплыли из... Из Лондона. До... До Нью-Йорка. До Нью-Йорка, да. Долго плыли? Семь дней. Семь, это не считается, потому что... Серьезно что? Да. То есть не спеша так? Да, очень хорошо, только до сих пор... Я сейчас сижу, качает еще. А вот этот лайнер-то приличного размера был? Это самый большой круизный лайнер, который сейчас... То есть у вас каютка, каютка была, вид с окнами, а он взял внутренний. Да, мы взяли внутренний, да. Так, а почем... Вы скажете, почем вот так проплыть от Лондона? Ой, я... Можно я расскажу? Почему мы все-таки решились на корабле? Да. Ну, это все тоже оттуда, наверное. Да. Потому что мы брали билет все-таки на самолет. Но с пересадкой, чтобы было более... Я бы советовалась думать, кисарону подушку с собой возьмем, еще что-нибудь... Да лечу. Я очень переживал по этому поводу, честно говоря. Так чего? Вот. Это не устал же риса? Смело, нет. Говорит смело, я, говорит, плечо. И когда стали покупать билеты, оказалось, что в это время платеж не прошел. С Альфа-банком связан. Да. Который на все время подходит. Альфа-банк российский, который, да, постоянные проблемы. Вы на Альфа-банк не это не косите. Будь бы не годите. Это у вас кармическое, я считаю. Это вам где-то прописано было. Что не дай бог, прошла вот транзакция, вы бы так и полетели. Тут Альфа-банк был выбран инструментом. Надежда. Вот в этом все. Так. И сказали, что ждите, недели две, за это время мы разберемся, и деньги, можно, все вернем. Когда пока вернули деньги, билеты исчезли, пропали уже, те дешевые. Как водится. Да, исчезли уже очень дорогие. Они стали такие дорогие, что круиз, наоборот, подешевел. Потому что что? Я не знаю, почему он подешевел. Круиз дешевеет, если брать круиз на сайте компании, непосредственно круизный, там он гораздо дороже. То есть там цена практически не меняется до последнего. Компания, допустим, вот есть такой сайт в интернете круиз.ком, который продает вот эти вот круизы. На нем самое наиболее удачное предложение, где-то процентов на 20, а то и на 40 бывает дешевле. И вот в нашем случае круиз стоил практически 1600 долларов. На двоих? Нет, на одного. Но он упал до 684, кажется. То есть вы, можно сказать, за 1400-1500 долларов вдвоем пропутешествовали от Лондона до Нью-Йорка. Как вообще путешествие? Расслабляет или напряженно все равно? Ой, вначале... All you can eat. Знаете, когда качает палубу, корабль, когда качает, это все равно, что все время взлетает самолет. Но качает. Потом все время взлетает, взлетает, взлетает. И состояние так же. А что там за люди, главное? Мы уже шли по палубе и знали, кто англичанин, если они идут по какой стороне? Они по левой стороне. Да, вот если по левой, значит англичанин. Американцы идут по правой, все остальные европейцы, австралийцы идут по левой тоже. То есть они вот как дома привыкли? Да, да, да. Иногда слышали русскую речь. Ну, естественно. Потому что там вот эти страны British Commonwealth, они все там вместе, плюс еще попадаются всякие... А там молодежь или старички больше? В основном старички. Где-то 70% старичков. Такое чувство, что прям как в старых странах. Пожилые люди любят на водном транспорте. Хорошо. Теперь, значит, приехали в Нью-Йорк. А там чего? Ну, вот мы только вчера были в Нью-Йорк. Ну, вот вы же там никого не знаете. А мы сразу в аэропорт. Мы на судне купили билеты дальше. Через компьютер. Там на судне есть интернет спутниковый. Через что у нас получилось взять дальнейшее... Я когда последний раз ходил на судне, то там было 10 долларов в день за интернет. Я платил. Сейчас, может быть, меняется? Сейчас получается 40 долларов за 120 минут тарифный план. Есть тарифные планы 240 минут, есть 380 и так далее. Понял, понял, понял. Хорошо. Значит, и так. Все-таки вы сели на самолет. Уже нормально все было. Это кратковременные перелеты. То есть это разбитый на несколько часов маршрут. Причем с остановками длительными. А не прямой выехали? Нет. Потому что длительный перелет. Тут надо выходить, чтобы экзакуляция была в Далласе. Как там? Хорошая погода была. Давайте хорошая. Приятная, да. Народ такой интересный. А вот вы уже сколько у нас тут в Калифорнии-то? С ночи. С ночи. То есть уже, можно сказать, полдня прошло. Да. Какие-то впечатления есть? Вот люди, например, отличаются от того, как в Канаде вы бывали. Где вы жили в Канаде? Я жил в Канаде. Ну, я жил в Монреале. Я жил последний раз в Калгари. В Калгари. То есть мне Даллас был бы ближе. Здесь, конечно, по-французски у нас не услышишь. Да. Но у нас по-испански многие. Да, да, да. Но мы-то еще не видели почти. Да. Ну, вот сегодня, да, я увидел девочку, которая работает новая, заступила на дневную вахту. Портье. Она как раз разговаривает с персоналом только на испанском. А, на завтраке. Я чуть не вздрогал. Портье. У меня кажется, что это партийная. Я испугался. Ассоциации. Ну, да, знаете, партийный лифт. По-моему, китайцев было много на завтраке, да? Да, да. Но я так понял, что сама владелица тоже азиатка. И у нее очень много азиатского персонала тоже. Это правда. Там раньше мексиканские были. Сейчас потом китайцы перекупили. Стало приличнее намного. Ну, когда мы были в Буцани, вот первый раз, когда мы летали, чтобы документы, грин-карты взять, то там все люди здоровались. Просто все чужие люди. Просто идешь, и все здороваются. А здесь как-то не здоровы. Ну, да, здесь как-то более засоблено. Здесь здороваются, когда контакт. Вот когда вы посмотрели друг на друга, там здороваются. То есть люди просто идут. Я, честно говоря, поскольку не хожу пешком, то я толком-то и не могу сказать. А никто пешком не ходит. А где вы с ним видели? Одни мы пешком шли. А где вы их видели, этих людей? А, ну, немножко там. Ну, сейчас нам попадалось несколько человек. Ну, не видела какие-то. Ну, старичок. Нет, шел белый старичок такой. Нет, лет, наверное, 75-ти. Да. Девушка сидела на траве, кушала. Нормально. По-турецки так делать. Ну, она как бы так отстраненная и старалась ни с кем не заводиться. И у нас там идет какой-то дедушка там в канатье. И так канатье поднимает, говорит, бон аппетит, вы говорите, смирно. Мадам, вымеси. Один странный шел, темнокожий, мы уже боимся говорить. Да, правда. Да. Он шел в шортах и в теплой куртке. Вот по такой жаре. Ну, паприке жар. Ну, хорошо, что же, значит, планы ваши, значит, Дмитрий, у нас учился, он даже учился не в первой группе онлайновой, а он учился в пристрелочной. Да, пилотной. Пилот, вот, хорошее слово. Пилотная у нас была группа, это было еще в 2010 году, потому что первая группа онлайновой, по-серьезному, началась в мае 2011 года. А у вас это где-то было еще в 2010. То есть я как-то пристрелил, что, по-русски, что ли, или по-английски? Да, на русском языке, что ли, лекция, даже записи где-то есть, у меня сокровились. Так это же, это был просто вебинар на Рашу туда. Ну, да. Там было полторы сотни человек, там большая группа. Ну, что-то, да. А, я понял. Это, который в записи сейчас лежит, вывешенный? Вот, честно, не смотрел. На port.nov.com.ru это висит в записи. Я теперь понял, какой вы класс смотрели. Вы учились в онлайновом классе на русском языке. И мысль о том, чтобы стать тестером, она обуревала. Да, крепла. Да, да, да. Вот. Значит, вы, давайте, рассказывайте по образованию кто? По образованию гуманитария. Ну, говорите прямо, а что ж стесняться? Да, да. Ну, одно, первое образование у меня музыкальное. Ну, чем начало? И аккордеон, и фортепиано. То есть, можете сейчас тоже? Сейчас нет, я попал в аварию, просто после этого не играю, к сожалению. Понял. Аккордеон, фортепиано. Кто поет? Да. Могу петь. Хорошо. А значит, а следующее образование? Вот. И следующее образование в языковой сфере. Английский? Английский язык, да. Хорошо. А работали вы, вот в Канаде, вы кем работали? В Канаде работал я где, как, по разным специальностям. То есть, я работал и в охране, и там, и как в партии, и как, и с компьютерами занимался. Просто в офисе помогал ребятам настраивать компьютерное оборудование. Вот. Потом, что еще у нас там было? Раз, два, три. По партийной линии? Да, 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 по партийной линии точно. Хорошо. В Канаде жить можно вообще нормально? Ну, как, в принципе, нормально, да, климатические условия достаточно жестковатые. Все-таки есть. Да, и достаточно дорого, да. То есть, и налоги довольно высокие. Но с работы не было проблем, то есть, была работа, можно заработать на жизнь, там? Ну, как сказать, то есть, то, что мне хотелось бы, я не нашел, честно. А что хотелось? Ну, вот я хотел работать в компьютерной сфере, и когда я приехал туда и смотрел, допустим, про... И где вы жили в это время? Я жил в Монреале. То есть, я за... Надо было приехать к нам на два месяца. А у меня там не получалось. Урок Америку, я не мог туда проехать. Ну, позвонили бы, я вам там на месте Тютера нашел. Там есть наши ребята. Ну, что ли? В Монреале-то... Единственное, что там французский. Я тогда про вас не знал, да. Надо с французского. А там вообще сложно. Да, это правда. Ну, что же, нет, здесь вас не заставят учить французский, даже испанский не заставят. Я даже не говорю, что ты сейчас работал-то... Что-что-что-что-что? ...помощным директором, именно по компьютерной части. Ну, да, работал у нас музыкально. Хорошо, а вы по какой линии вот работали? Я тоже музыкант. Да вы что? Да. А вы на чем? Уфтопиада. Вы можете? Ну, уже просто давно не играла. Ну, что, деток учить можете? Ну, я пробовала учить. При желании можно. Да, если ребенок талантливый, я вижу, что у него слух есть, и мне приятно с этим ребенком. И ребенку приятно. То есть, если слух есть, уже можно. Ребенок у меня тут же начинает играть. Если это хотят родители... Десяти пальцев у меня. Да, главное, чтобы нам понравятся друг другу. Если мне не понравится ребенок, я вижу, что это не мое, не по душе, то не получится. И ребенок не хочет, а родители хотят. Понял, понял. Хорошо, то есть вы такой педагог по призванию. То есть, кого-то можете нещить, а кого-то нет. Наверное. А я тоже самое, я тоже не каждого могу. То есть, вот бывает какое-то противостояние такое внутреннее. Хорошо. А у вас план какой по жизни? Так, один у нас тестер, я понял. Вы как собираетесь? Как собираетесь жить дальше? У меня вот... Лишь бы был Милый рядом. А больше ничего не надо. Ну, работать что вы хотите как-то. Я не хочу работать. Я хочу просто, если будет ему трудно, помочь. Вот и все. Ну, что же, значит... Подставить плечо. Тоже, тоже путь. Хорошо, давайте устраивайтесь на жилье. У нас скоро группа ваша начнется. Вот. И мы будем следить за успехами Дмитрия живьем. Вот. Может быть, он как-то споет что-то от счастья. Споет, споет, да. Почему бы нет. А вы помните что-то из тестирования тыли? Так уж совсем все ушло. Не очень. Не очень. Ну и ладно. Хорошо. Ребята, давайте, значит, мы вместе должны вот так синхронно сделать ручкой всем. Ой, а можно еще расскажу, что мне понравилось? Давайте про шишку. Да, вот у меня тут всякие шишки. А это наша шишка, американская? Да, вот сейчас мы шли. А я думал, это вы из заповедника привезли. Ну да, покажите ребятам тоже. А то мне дали шишку. А там еще одну. Мне дали шишку, а потом привезли из заповедника. Это наша местная. Я шла и просто я не видела ни одного знакомого растения. Покажите две шишки. Потому что я же из заповедника, я же все-таки растения знаю. Так что за шишка? Это была похожа на веймутову сосну, но шишка не веймутовой сосны. А шишка крымской. Но это не крымская. Здесь все такие странные какие-то смеси растений. Орешки съели все там уже, я чувствую. А там орешков не бывает. Я видела вообще такое растение, где вообще помесь, листья похожи сразу и на тополь, и на грушу. Какие-то еще растения похожи на сирень, а в самом деле это роз. А плод груши в пуху. Вообще непонятно. Я ходила, поэтому сейчас ходила, спотыкалась, меня только вот все время за руку хватали, ругали, что я не смотрю на переходы и на что. Я хожу вот так вот смотрю на все эти растения. Вот только сейчас вышло первый раз. Вы у нас первый ботаник-то, у нас раньше не было. Поэтому для меня сейчас вообще такое удивление. А воздух ничего? Тормально дышится? Воздух как в заповеднике. Что, правда? От машин вообще никаких выхлопов, вообще ничего. Допустим, в Краснодаре очень сильно, очень грязный воздух, очень много машин. Там погуляешь, приходишь в больную. Я когда-то был в Краснодаре много лет назад, там 30. Не узнаете сейчас. И там было очень жарко и пыльно, душно было. Очень жарко, очень влажно. Сейчас не знаю. Так же пыльно. Но город довольно зеленый. Да, да. Здесь похоже немножко, мне кажется, на северный Кавказ, чем-то даже много зелени. Вы знаете, что здесь около вас, вот здесь рядом, секуи растут. Вот так в ряд. Это секуи. Знаете, у меня напоминается, как они тут старые, советские, как мимо здания КГБ на Лубянке. В Жигулях едут два еврея. И они проезжают мимо, один говорит, а? Второй говорит, он мне будет рассказан. Значит, вы их знаете? Ну, конечно, секуи, кто же не знает. Это наше местное. У меня даже видео есть, если вы мои видео смотрите. Я там про секуи рассказываю, какие-нибудь красавцы. Самое большое по биомассе растения. То есть, тут вот, по килограммам на квадратный метр. Они очень-очень высокие. И здесь карликовые. У нас тут нет, может, тут заповедники где-то. Нет, там нас сейчас в парках высаживают. Правда? Ну, хорошо. Значит, мы... Я вас отпускаю, там у меня еще appointment. Значит, вы теперь дайте вот что. Дайте ему тоже шишку. В левую руку. Нет, в левую. Вы в левую шишку, а вы в правую. И, значит, вот теперь вы так и сделаете такое махательное движение. И мы на этом попрощаемся с ребятами, которые там нас смотрят. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok